Площадь города Черкасска, на которой в 7-8 веке собирался в войсковой круг, бывший орган казачьего самоуправления. Пойдем-ка. Здарова, дни Вале. Слава Богу. Какими судьбами. Приятно, приятно видеть, приятно видеть атамана. Это войсковой круг казачий. Да, здесь много судеб решилось, туда на войну уходили, здесь женились, здесь разводились. То есть такой прям центр. Вот самый центр, да. То есть это вот такое символичное место, где каждый из казаков мог участвовать в круге и свое мнение высказывать. То есть или за, или против. Несмотря на то, что тут стояли атаманы, какие-то графията, высокопоставленные люди, любой казак мог голосовать, если у него есть папаха на голове. Это 302 года нашему храму, общий войсковой, воскресение Христова, собор. Был построен донскими казаками по обету, если возьмут крепость Азов. Крепость Азов взяли, отстояли, каменный храм построили. В этом храме много есть реликвий очень таких вот, которые связаны с донскими казаками. Во-первых, вот в таких турецких пушек вылиты полы, чугунные плиты. То есть так символично, что мы вот трофеями, ногами попираем эти трофеи, пушки эти турецкие. Молодежь-то как у вас? Ходит? Ходит, конечно. Ходит. Дети ходят. Ну, у казаков очень много детей на самом деле, многодетные семьи. Минимум по четыре, по четверо, по трое детей. Конечно, прежде всего мы воспитываем своих детей в традициях, так, как и воспитывали казаки. Это домашние традиции. И это все переплетается с нашей верой православной. И, конечно, вот собор – это центр притяжения донских казаков. Атаман так говорил о храме, что нам уже не терпелось, наконец, войти и увидеть его изнутри. Первым делом мы убедились, что полы в соборе в самом деле металлические, отлиты из трофейных турецких пушек. И настоятель, отец Валерий, рассказал нам еще немало интересных фактов о Вознесенском соборе. Храм этот обетный, построен был казаками по обету, которую они дали во время известных событий в Азове. Строили вначале деревянный храм, потом он сгорел, и вот потом взяли за строительство кирпичного каменного храма собора. И надо сказать, что он построен вопреки. В то время Петр Первый издал указ о том, что никаких каменных работ по империи не будет делаться, потому что строится новая столица. Но вместе с тем сам принял участие в строительстве этого храма. Вот казаки, кто приезжал, они так и говорили, пойдемте покажем. Вот кирпичик, который сам Петр Первый на звездочку положил. Потрогайте, говорят, еще тепленький. Вот. Ну, казаки, конечно же, понимали свою значимость. Мы действительно можем говорить, что вся история России, она с этого места, вот все, что южнее, и началась. Вот. И все пределы вокруг, и на запад, и на восток тоже это место держало. И как-то вот от него многое зависело, понимало. Это и наше престолюбивое казачество. Вот. И храм строили они такой, чтобы вот действительно, чтобы был величественный, особенный, вот невероятный. И сам он, мы видим, как девятиглавый такой. Иконостас вообще, можем сказать, что это жемчужина. Вот. Многоярусный, если можете заметить, даже имеет еще он и подтумбный ряд. То есть вот и ниже тоже иконочки написаны. И даже вот есть такие картуши на боковых вот тумбах тоже есть надписание. 149 икон входит в иконостас. Он уникальный. Валерий, а ведь правда, что Паникодила еще с Азова? Совершенно верно. Как в летописи и записано, что взяли икону Иоанна Предтечи, Паникодила, двери с крепости Азов, весы, вот. Ну и пушки, вот, как бы сказать. В память о вот тех славных событиях принесли сюда столицу, городок Черкасск. Все мы жили в такой период, когда многие храмы были закрыты, многие были разрушены. Милостью Божией все-таки наш храм сохранился. Уникальная история. Был закрыт. В военное время здесь были, выходили сюда и немцы. И говорят, что могли бы запросто забрать такой иконостас. Но в то время собор находился в таком удручающем состоянии. Не было окон. Весь иконостас был, значит, так залеплен пометом голубиным. И поэтому, говорят, не взяли, побрезговали. Но в советское время наш земляк Михаил Шолохов инициировал через министерство, чтобы здесь открыли музей-заповедник. Это позволило сохранить собор от полного разрушения. Часть икон и росписи были отреставрированы. В 90-е годы храм открылся для богослужений. Но он все еще нуждается в серьезной реставрации. Главная наша задача, чтобы этот уникальный шедевр сохранить, правильно его отреставрировать. Иконы просто невероятные. Они подписные 1749 года. Написаны в Москве, в Оружейной палате. И писал Егорь Иванов-Грек. Это очень известный иконописец, художник. Вы посмотрите, с каким изяществом иконы написаны. Поэтому нуждаемся во всем. В первую очередь могу сказать, что, конечно же, в том, чтобы храм наполнялся молитвой. И чтобы он действительно существовал как храм. Благословите нас на дорогу. Благословение вам, ангелов, дорогу. И в нашем соборе можно христосоваться, потому что он воскресенский. Христос в воскресе! Воистину в воскресе! Замечательно. Вокруг этого уникального собора собираются уникальные люди. Мы познакомились с Валерией Букиной, который украшает территорию возле храма. Она училась у легендарного флориста Питера Хесса, ученика Пабло Пикассо. Получила международный диплом, открыла свой салон. Все вроде бы было благополучно. Но душа томилась, и Валерия не могла понять, как строить жизнь дальше. Пока не познакомилась с отцом Валерием Волущуковым. Началось все с создания композиции на солью для литургии. Потом я стала оформлять цветами храм к празднику. Вроде бы все хорошо в плане сотрудничества. Но в духовном плане все было не так хорошо. Потому что я, бывая на каждый праздник в храме, не участвовала в богослужениях, не молилась, не причащалась, не исповедалась. И долгих три года это продолжалось. В приходе у меня уже появились друзья, и они говорят, ну, надо же уже и совесть поиметь. Надо все-таки, ну, ты в храме, а вроде бы чужая. Надо все-таки исповедаться и причаститься. И я делаю им одолжение, думаю в душе, ну, ладно уже, пойду. Ну, и вот так вот, на первой же исповеди, моя душа открылась Богу. С исповеди я вышла новым человеком, остро чувствующим, что нужно покаяние. Вот так началось моё воцерковление. Ну, вот потом отец Валерий построил для меня мастерскую на приходе. Я закрыла салон и стала первым, наверное, единственным тогда в городе, а может и сейчас, приходским флористом, садовником, озеленителем. Кроме желания в сердце трудиться ради Бога, ради нашего настоятеля, ради людей, вот на данный момент у меня ничего нет в сердце. Спасибо вам большое. Уходя из Воскресенского войскового собора, мы очень надеялись, что с помощью нашего проекта он возродится во всём своём величии. Что возродятся его уникальные росписи, и он по-прежнему будет гордостью, и, как сказал нам атаман, центром протяжения этих мест.